Итак, мы сейчас находимся в Белгородской области. Нас в районе 500 человек с оружием, но при этом мы не приписаны абсолютно никакой части. Неделю мы прожили в скотских условиях, абсолютно скотских. Никакого материального обеспечения, денежного удовольствия. Ровным счетом ничего. Сейчас так же, неизвестно, кто, куда, куда едет, в какой части приписаны. Оружие на руках, но оно не записано на нас. Статья 222 Уголовного кодекса Российской Федерации. И один автомат не прописан в нашем военнике. Это статья 222 Уголовного кодекса Российской Федерации. Отношения скотские от офицеров. Мы никому не нужны. Подготовки ровным счетом ноль. Мы жрем то, что сами себе покупаем. Мы потратили охеренное количество бабок, чтобы просто поесть. Это же не говоря об амуниции. Вот, нам выдали боевой комплект, то есть боевые патроны. Они были найдены в части. Они были найдены на улице в части. Слышно мною. Слышно не уравновешены. 29 числа мы были погружены в эшелон, в который мы находимся до сих пор. После погрузки наш эшелон был направлен на юг России, где находился несколько дней без определенной цели. На данный момент мы движемся обратно на север. С первых дней в нашем эшелоне сложилась тяжелая обстановка с острыми респираторными заболеваниями. На данный момент в эшелоне больных значительно больше, чем здоровых. Я бы сказал, что больны абсолютно все. Лично я потерял вкус и запах. Такие же симптомы можно обнаружить и других, что позволяет предположить нам коронавирусную инфекцию. В эшелоне нет никакого медицинского обеспечения. Нас никто не собирается лечить. Из собственных источников мне известно, что наш эшелон решено закрыть на двухнедельный карантин. Карантин в этом же эшелоне, где температура воздуха в вагоне на стоянках так высока, что с нас льется пот. А хоть какая-то вентиляция есть только на перегонах.